Всем доброго времени суток! Мы продолжаем изучать анимацию в программе Cinema 4D. Итак, после того, как мы объединили в виде плавного перехода два клипа движения, которые мы с вами создали, нам надо с вами запечь анимацию. То есть, что это означает? Если мы сейчас с вами перейдем в режим ключей и в режим редактирования F-кривых, вы увидите, что у нас ни ключей анимации, ни F-кривых нет. А для того, чтобы нам было удобнее работать в последующем с нашими объектами, мы и должны записать сейчас анимацию в виде ключей, и чтобы у нас появились графики редактирования нашей анимации. Итак, для этого пока свернем это окно, выберем наш объект, перейдем в нулевой кадр и сначала создадим просто ключ. Хорошо. Развернем наше окно Timeline, перейдем в режим редактирования F-кривых. Вот он у нас. Как вы видите, у нас появился объект, до этого его не было. Нажимаем, выбираем функции и выбираем команду фиксировать объект. Тут-то все оставляем по умолчанию. В некоторых случаях, если вам нужно создать копию объекта, вы можете поставить галочку. Ок. И, как вы видите, у нас создались графики анимации. Если мы перейдем в режим редактирования ключей, то на каждой позиции мы теперь имеем множество ключевых кадров. Теперь давайте выберем все графики кнопкой с сочетанием Ctrl-A. Зайдем в функции и применим команду удалить неиспользуемые треки. Теперь давайте зайдем в панель F-кривые и деактивируем показывать все треки. Итак, теперь мы можем работать с каждым треком по очереди. Если вы сейчас обратите внимание, то у нас все кадры стали ключевыми. Для дальнейшей работы, если мы хотим редактировать объект, это, конечно же, не очень удобно. Поэтому нам надо с вами произвести оптимизацию графиков анимации нашего объекта, чтобы снизить количество ключей в графике. Итак, для этого мы заходим в F-кривые. Обратите внимание, сейчас я выбрал работу только с одним треком по позиции X. Иду в F-кривые, выбираю команду создать снимок и нажимаю создать снимок 1. Хорошо. Теперь иду опять в F-кривые, выбираю показать снимок и нажимаю команду показать снимок 1. Сейчас пока еще ничего не произошло. Теперь выбираем все ключи на нашем графике. Снова нажимаем Ctrl-A, идем в функции и выбираем команду редуцирования ключей. Регулируя вот эти вот бегунки, уменьшение отклонения и снижение общего количества ключей, давайте посмотрим, что у нас получится. Итак, обратите внимание, я не знаю, насколько будет видно вам. Сейчас я уменьшил отклонение. У меня автоматически снизилось количество ключей. И если вы посмотрите более внимательно, то напротив, возле то есть выделенного графика, у вас создался отпечаток того графика, который мы с вами сделали в виде рисунка. Вот он идет параллельно. Попробую еще увеличить, чтобы вам было видно, но за качество картинки, к сожалению, в данном случае я ручаться не могу. То есть вот выделенный график и вот сзади серая линия оригинала снимка, который мы с вами делали. Хорошо. Уменьшим все это дело. И теперь давайте выровняем ключи. Вот здесь у нас несколько ключей вообще можно удалить. И просто сдвигаем их. Таким образом, чтобы один график, с которым мы сейчас работаем активно, полностью сопоставился с нашим отпечатком, который мы сделали в виде рисунка. Используя контроллеры управления, выравниваем оба наши графики. Где-то, возможно, надо сразу ключ сдвинуть. Вот так вот. Хорошо. Хорошо. Используя различные настройки интерполяции, мы можем более точно подгонять параметры нашего графика. Смотрите, сейчас в этом кадре я работаю с каждым плечом отдельно. Хорошо. То есть, таким образом, получается, что мы уменьшили и количество ключевых кадров, и произвели оптимизацию нашего графика, что позволит нам в будущем улучшить нашу работу, сделать ее более быстрой. Так. Конечно, тут-то можно немножко пренебречь. Не обязательно делать прям стопроцентную состыковку. Но чем лучше вы это сделаете, тем более качественнее будет смотреться ваша анимация. Обратите внимание, в некоторых местах я сдвигаю как ключ, так и пользуюсь боковыми контроллерами для редактирования сплайна. В некоторых случаях я переключаюсь вот здесь вот между режимами, да, чтобы можно было редактировать либо одно плечо, либо по очереди каждое. Хорошо. Вот здесь у нас пиковое значение, которое не участвовало в анимации. Давайте мы его удалим. Так. И вот тут-то у нас множество ключей, которые стоят близко друг к другу. Из них также часть можно удалить. И выравниваем наш график. Хорошо. Вот тут-то несколько близлежащих ключей можно удалить. Что ж, замечательно. И, идя по аналогии с этим действием, вы также можете произвести оптимизацию всех остальных треков анимации, графиков. Опять-таки, будете выбирать F-кривые, создать снимок и делать снимок 2, 3, 4 и так далее. Что ж, надеюсь, урок вам был понятен, доступен. Если есть вопросы, пишите. Если нравится мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Будем сотрудничать вместе. Что ж, на этом я заканчиваю. С вами был Александр. Всем пока.